Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы коротко обсудим ГСПГ и кишечник, и печень, соответственно, и как это все взаимосвязано. Опять же, чтобы не оставлять вас без источников, да, и что вот там это не мои какие-то злоприключения и так далее. Есть большой выпуск про печень и стероиды, и вы там можете все это, соответственно, послушать, увидеть. А я вам быстренько резюмирую, что вам нужно исследовать, да, в первую очередь, в какую сторону думать, и как это все работает. Вот у вас повысился ГСПГ. Синтез ГСПГ – это история про печень. Но печень, она не вылетает как бы вот в одночасье, сама по себе. Начинаются проблемы с печенью, это обычно начинаются проблемы с кишечником. Как правило, эти проблемы выражены не в синдроме именно либо бактериального повышенного роста, либо бактериального, либо вирусного роста, либо в дефиците собственной биоты. Так или иначе, у нас первичный токсикационный барьер ломается, такой как кишечник. Дальше, соответственно, нагрузка на печень возрастает. Это не всегда можно заметить в привычных вам анализах, которые все привыкли сдавать. Это там АЛАТ, АСАД, Билирубин. Хотя очень часто, кстати, в Билирубине можно уже увидеть изменения. Значит, там огромное количество печени вырабатывает различных ферментов, глобулинов. И об этом, о всем мы с вами читали, кому интересно, учебник по гепатологии. Пожалуйста, переходите туда, слушайте. Опять же, большое количество аминокислот нам нужно для работы печени. То есть, все-все-все там есть. Вот смотрите этот выпуск. Далее, дорогие друзья, соответственно, что для нас важно? Для нас нужно понять, что если мы просто симптоматически пролечили печень с тонозололом, и у нас опять поднялся ГСПГ, вот вам, пожалуйста, то есть вы именно симптоматику заглушили, а не, соответственно, поборолись с самой первопричиной, с нарушениями печени. Что в печени стандартно идет, чем вы можете заняться сами, и как вы можете предотвратить вот этот вторичный рост ГСПГ, и как вы можете снизить набрузку на печень. Во-первых, понять, что у вас с кишечником. Чтобы понять, что у вас с кишечником, вы можете самостоятельно пойти в любой лабораторию, издать хромомаспектрометрию по осипу. Там вы увидите, что красненьким и синеньким вам выделят дефицит биоты, которая синенькая, хорошая биота, если она занижена, она будет синеньким, подчеркнута. Если патогенная биота повышена, она будет красненьким, подчеркнута. Соответственно, патогенную биоту мы лечим, то есть снижаем ее антибактериальными БАДами или, может быть, какими-то антибактериальными препаратами. Их можно выбирать дифференцированных каждой бактерии или выбирать какой-то БАД или препарат, который, соответственно, целую группу бактерий, допустим, бьет только по стафилококкам, бьет только по глостриде. Значит, и, соответственно, у нас не должно быть патогены биота. Тоже касается микромицетов, тоже касается грибов рода кандида, тоже касается вируса Эпштейн-Бар и других, соответственно, вирусов. Таких вещей не должно быть. Соответственно, также есть два показателя, как эндотоксин и плазмологен, которые, в принципе, наглядно показывают вот это наличие или присутствие интоксикации, что, соответственно, будет говорить о том, что если у вас эндотоксин или плазмологен повышены, то вам нужно, соответственно, какой-то именно детокс-комплекс выраженный проводить. То есть, ваше лечение должно быть направлено не только на индивидуальную борьбу с патогенной какой-то биотой, но и, соответственно, с детоксикацией. Так или иначе, детоксикация кишечника. Это очень важно, да. То есть, далее, мы должны подумать о детоксикации печени, и когда мы проводим детоксикацию печени, у нас всегда, соответственно, ситуация становится лучше с ГСПГ. Но эта история длительная. Туда входят препараты, которые будут нормализовывать желчий отток. Туда входят, соответственно, препараты, которые будут, соответственно, условно, если коротко говорить, чистить вашу печень по типу гептрала и так далее, чтобы было понятно. Может быть, увеличивать объем самой желчи, может быть, соответственно, работать непосредственно с взвесами, если такие взвеси в желчном есть. Но самый популярный препарат в этом отношении – это, конечно, тот же Урсасан, вы можете пропивать. Что еще для нас важно? Для нас важно употребление витаминов группы В, потому что все это сказывается также на деятельности печени. Но и, соответственно, мы должны вообще не забывать про то, что дефицит любых микроэлементов, аминокислот, он будет тоже негативно сказываться на функции печени. Так и профицит, особенно профицит железа. Вот только недавно был комментарий по типу, что было введено очень много железа, что делать. На самом деле здесь не может быть ответа какого-то без изучения анамнеза пациента, что ему делать, когда он ввел себе капель на железо больше, чем надо. Это всегда отравление, отравление на клеточном уровне, поэтому лучше таких вещей не допускать. Но в целом основная идея такова, что вам нужно пролечить кишечник, и по мере того, как вы пролечиваете кишечник, вы нормализуете деятельность печени и, соответственно, желчный отток. Для тех, кто не знает, я напомню, что печень вырабатывает желчь, и спускает его, соответственно, непосредственно в желчный пузырь. Потому что многие путаются, они думают, что в желчном пузыре что-то, соответственно, как-то там само выделяется непосредственно от печени. Нет, у нас именно создает желчь именно сама печень. Также я вам напомню и дам ссылку на учебник, который мы читали по гепатологии, что у нас именно билирубин конкурирует с наболическими стероидами, за вброс в желчь. Поэтому, когда снижается объем, именно объем самой желчи, производимой печенью, на выходе мы получаем такую медленную интоксикацию печени. Можно это все обнаружить не обычно не в стандартных анализах, а в глобулинах, которые сдавать, но несколько вам дороговато бывает эти глобулины сдавать. Поэтому, как правило, мы рекомендуем курс детокса все-таки после любых затяжных, соответственно, всех вот этих вот гормонозаместительных терапий. Детокс – это очень-очень важно для вашей печени и для того, чтобы у вас ГСПГ не повышался. Очень часто люди проводят гормонозаместительную терапию только через год, через два. Они вроде уже забывают, что они ее проводили, что-то такое делали, обнаруживают у себя высокие ГСПГ. Это вот отдаленный, соответственно, такой эффект побочный, который связан с неправильно послекурсовой терапией, проведенной, в которую никакой детокс не входил. Человек не смотрел не то, что печень, но и холестерин не смотрел. Если у вас повышен холестерин, это еще один признак того, что с печенью что-то не в порядке и нужно лечить. И, соответственно, вот таким вот образом через холестерин вы тоже можете понять, что это еще один маркер, что печени нужна помощь. В общем-то, коротко резюмирую, что это такое. Это, наверное, такая моя презентация к выпуску, который более сложный, где мы читали учебник гипотологии. И это нужно послушать, посмотреть, ознакомиться, обдумать. А здесь суть этого выпуска, что я пытаюсь до вас донести, что лечение вот этой вот ситуации с ГСПГ, оно первопричинно складывается не в том, чтобы пропить станозалов, пропить какие-то препараты, чтобы повысить, провести гормонозаместительную терапию, помизить ГСПГ. Ситуация в том, что нужно, соответственно, смотреть в корень проблемы. А корень проблемы, он всегда лежит в том, что кишечник недоработал, а печень переработала. Пути лечения немножечко голопом я вам рассказал. И мы можем, ну, как и в случае с анаболическими стероидами, наверное, брать любое гепатопротекторное средство и долго рассуждать и рассматривать, как же оно действует на печени. Здесь я таким обывательским языком постарался вам об этом рассказать. Кому интересно, более подробнее на канале есть выпуски исследований с ПАПМЕДа. Также мы читаем медицинские учебники. Кто первый раз на канале, или, может быть, не знает, все это есть. И можно более подробно в это углубиться. Также я делаю обзоры на различные препараты. И мы с вами, я думаю, что в скором времени об этом все глубже и глубже будем говорить. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал. Я вас жду всех на своих платных онлайн-консультациях. С вами был Кравцев Сергей. И да пребудет с вами здоровье! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok